По следам великих. 17 октября, в день рождения Владимира Федоровича Уткина, в одноименном сквере состоялось возложение цветов. Преподаватели, студенты Рязанского радиотехнического университета, а также сотрудники администрации города пришли к бюсту ученого. Единственный в стране радиотехнический вуз с апреля этого года носит имя советского и российского конструктора. Вклад Владимира Федоровича в развитие ракетостроения и космонавтики трудно переоценить. Он непосредственно принимал участие в создании современных ракет-носителей и космических летательных аппаратов. Был генеральным конструктором и начальником одного из ведущих конструкторских бюро страны. Молодые люди должны хорошо знать наших конструкторов, научных работников, тех, кого вырастила Рязанская земля. Ну и, соответственно, понимать значение сделанного такими людьми, как Владимира Федоровича Уткина. Радиотехнический университет является лидером в научно-исследовательской и инновационной деятельности не только в регионе, но и в Российской Федерации. Занимает лидирующие позиции среди вузов по количеству зарегистрированных патентов на изобретения и полезные модели. РГРТУ проводит фундаментальные и прикладные работы для отраслевых министерств и крупных предприятий. Вуз старается сделать все, чтобы как можно больше студентов могли изобретать и конструировать технику. Я думаю, что это мероприятие полезно тем, что персон Владимира Федоровича Уткина выступает неким ориентиром для ребят, как жить, как добиваться своих поставленных целей. И, в принципе, может это для кого-то послужит неким таким действием для того, чтобы оставить свое имя в истории. Мероприятие закончилось возложением цветов к бюсту Владимира Уткина. Руководство Радиотехнического университета отметило необходимость регулярного проведения подобных мероприятий. Конечно, событие это важное. Мы надеемся, что оно станет для университета, для студентов ежегодным, что появятся свои добрые традиции и что само место располагает к проведению мероприятий не только памятного характера, но и мероприятий культурно-досуговых, которые здесь также, мы надеемся, будут происходить регулярно.